Спасибо. Спасибо. Напишите в чат, пожалуйста. Уважаемые участники, хорошо слышно. Пожалуйста, дайте обратную связь. Не только один человек, но и остальные. И мы будем начинать. Спасибо. 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 Добрый день. Меня зовут Канислав Сергеевич Леонюк, замородоводитель управления НПНС России в Поморской области. Оперирую непосредственно на уважение юридических лиц, в том числе в прессе режима. Так что сегодня когда-то будет. Рад приветствовать представителей. Поблагодарю за организацию работы данной организации. Спасибо. У нас есть темы, которые мы готовы рассказать. Соответственно, после каждой темы мы смотрели вопросы, ответы на вопросы. Первая тема – это будет формировать налогооблагаемые базы по организациям некоммерческим, религиозным, по налогу на прибыль и по специальным режимам написано. Но по факту это единственный налог – это упрощенная система налогообложения, которая может быть использована вами. Других систем каких-либо. Больше не пересмотрено пока законодательство. Плюс у нас вопрос – это пониженный старт после их взносов и субсидии. Субсидии, ну, учитывая то, что сейчас вы видели, происходит, да, правительство рассматривает дополнительные субсидии. Пока мы их не знаем, но Илья Юрьевна Калгина расскажет именно про субсидии, которые у нас сейчас есть, да, законодательство рассматривает. Также у нас есть немаловажный, наверное, важный вопрос – порядок регистрации некоммерческих организаций, религиозных организаций. По данному вопросу у нас будет докладываться начальник ОБИО, а также представитель Управления Министерства юстиции Морской области. И еще один важный момент, связанный с субсидиями – это получение справки о исполнении обязанности, да, по уплате налогов. Потому что, как правило, министерства, которые предоставляют субсидии какие-либо, да, они спрашивают данный вид справок, насколько добропорядочной является организация. И вот Татьяна Владимировна, приезжая, расскажет, как ее получить. Плюс также расскажет вкратце про личный кабинетного платильщика, потому что форма общения ФНС России на сегодняшний день таким образом устраивается, чтобы уйти от контакта личного, да, перейти к интернет-ресурсу, сегменты. Потому что программные продукты разрабатываются. Соответственно, личные кабинеты, мы ориентируем платильщиков на них, потому что через личный кабинет можно задать любой вопрос. И этот вопрос ставится на контроль программно, да, для руководства субъектов, в том числе ФНС России. Поэтому данные вопросы отвечают за 100%. Да, они как бумаги. Бумага может потеряться через почту. Поэтому у вас ориентирую работать через личный кабинетный платильщиков. Вот первый доклад Татьяна Павловна Клотникова как раз расскажет про налоговую базу по выводу и по улучшенности данного движения. Добрый день, участники семинара. Сегодня мы с вами поговорим о системе налоговложения и какие преференции предусмотрены налоговым кодексом и законами субъекта Амурского субъекта для некоммерческих и религиозных организаций на территории Амурской области. На некоммерческие и религиозные организации, как и на иные российские юридические лица, распространяется обязанность по уплате налогов. При этом положение налогового кодекса Российской Федерации учитывает специфику ваших некоммерческих и религиозных организаций, в том числе на их, что у вас направлено, на некоммерческую деятельность. Малообеспеченность основной массы верующих, неспособных своими пожертвованиями обеспечить содержание религиозных организаций. Также некоммерческие организации, так как и иные налогоплательщики налогов, являются плательщиками налога на прибыль, либо налогом по упрощенной системе налогообложения, а также имущественные налоги. Налогом на прибыль некоммерческих организаций облагается только та прибыль, которую вы получаете от коммерческой деятельности. Все ваши взносы на благотворительные пункты, на ваше содержание, данные, также если говорить о религиозных организациях, то это все ваши поступления, которые получены от религиозных обрядов, также приведение каких-то церемоний, продажи религиозной литературы и предметов религиозного наслечения. Налогом не облагаются. Также и затраты, которые вы производите за счет этих поступлений, тоже не учитываются в расходах вашей организации. Учет от каких-то доходов и расходов должен вестись отдельно. При применении общей системы налогообложения введение раздельного учета должно быть затоплено в приказе по учету и политике. Это обязательное. Также должно быть подтверждено в гангстерскими регистрами, что у вас введется раздельное учет. При упрощенной системе налогообложения введение раздельного учета отражается в книге доходов и расходов. Кроме этого, вы не исчисляете амортизацию по имуществу, которое получено в качестве целевых поступлений или было куплено за счет целевых поступлений на использование некоммерческой деятельности. При общей системе налогообложения пониженные ставки налогового кодекса для некоммерческих организаций у нас не предусмотрены. И ставка налога на прибыль составляет 20%. Кроме этого, вы еще плюс являетесь владельщиком МДС. Если вы получите прибыль от коммерческой деятельности, какой-то доход, то он обладается обязательно еще и МДС. Учитывая вашу направленность и то, что некоммерческая организация не ставит перед собой цель получения прибыли, вы можете выбрать систему налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, плательщики по упрощенной системе налогообложения освобождаются от уплаты МДС и налога на имущество организации. При упрощенной системе налогообложения законом Амурской области предусмотрены ставки. По упрощенной системе налогообложения дохода это 6%, по упрощенной системе налогообложения дохода минус расходы это 15%. Но законом о мужской области предусмотрены также и пониженные ставки. Например, для такой категории, как предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, ставка предусмотрена по упрощенной системе налогообложения дохода 1%, по упрощенной системе налогообложения дохода минус расходы 5%. Условия для применения упрощенной системы налогообложения практически такие же, как и для других организаций, но с некоторыми особенностями для ваших организаций. Для некоммерческих организаций не действуют ограничения в доле участия других организаций. Упрощенная система налогообложения может вами применяться, даже если юридическое лицо является единственным учредителем. То есть если для обыкновенных организаций там доля юридических лиц должна быть не более 25, то для некоммерческих, даже если он просто учредитель, вы являетесь некоммерческим. И при объекте налогообложения, когда вы исчисляете и принимаете решение перейти на упрощенную систему налогообложения, у вас в доле дохода, чтобы не превысить 150 миллионов рублей, ваши доходы от некоммерческой деятельности не учитываются. То есть получили 300 миллионов, из них 50 миллионов, получили по коммерческой деятельности, вот этот доход учитывается. Остальные там ваши 250, это некоммерческая деятельность. Но при применении упрощенной системы налогообложения также должны учитывать то, что те благотворительные взносы, которые вы потратите и приобретете, понесете какие-то затраты, они также в затратной части у вас исключаются. То есть если вы за счет какого-то благотворительного взносы принесли затраты, то при налогообложении вы тоже эти расходы не учитываете. Перейти на упрощенную систему налогообложения, вы можете, подав заявление в налоговый орган, не позднее 31 декабря предшествующего года применения упрощенной системы налогообложения. То есть до 31 декабря 2021 года вы подаете заявление, с 1 января 2022 года вы применяете упрощенную систему налогообложения. Нет, заявление подается один раз. Подтверждать свое не надо, только следите за своими доходами, и чтобы вы не потеряли потом. Да, если вы были на доходах, посчитали, что вам не выгодно, вы можете подать заявление, также пересмотреть свою систему налогообложения и до 31 декабря подать заявление при переходе на абсолютно доходы минус арсовик. То есть какую систему налогообложения вам будет более выгодна, то предусмотреть. По налогу на имущество и земельному налогу. Налоговым кодексом льготы предусмотрены только религиозным и общероссийским общественным организациям инвалидов. К сожалению, незаконно Монгурской области больше не регулированы, но только как и налоговый кодекс. Религиозные организации освобождаются от утла имущественного и земельного налога. Это по имуществу и земле, на которых расположены здания для религиозных обрядов и ведения благотворительной деятельности. Значит, общество, организации инвалидов, среди которых члены и законные представители составляют на менее 80% инвалидов, в отношении имущества и земельных участков используемые для осуществления уставленной деятельности. Также организацию уставленный капитал, который полностью состоит из складов организации инвалидов, в отношении тоже имущества, используемого для производства и реализации товаров, работы и услуги. И учреждение инвалидов, единственным собственником имущества которого является общественная организация инвалидов, в отношении данного имущества и земельных участков, используемых для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ну и других видов деятельности. Налогоплательщики имеют право получить и ввод по налогу на имущество и земельному налогу, предоставив заявление о налоговой львове, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на данную налоговую львову. По транспортному налогу льгот для некоммерческих и религиозных организаций, ни налоговым кодексом, ни законом в Мужской области, к сожалению, у нас не установлено. Поэтому по транспортному налогу у нас платят все организации, независимо от формы собственности. Еще хотелось бы обратить внимание на годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая бухгалтерская отчетность представляется всеми организациями, за исключением религиозных. Начиная с бухгалтерской отчетности 2020 года, оставалась она у нас в 2021 году, предоставлялась, бухгалтерская отчетность на бумажном носителе больше не принимается. Поэтому вы должны все сдавать бухгалтерскую отчетность строго в электронном виде. И если вы сдали его на бумажном носителе, и к вам пришло решение и штраф, что вы не предоставили, это считается не предоставлением бухгалтерской отчетности. За нарушение правил непредоставления бухгалтерской отчетности предусмотрена как административная, так и налоговая ответственность. Штраф за нарушение срока предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган для организации составляет от 3 до 5 тысяч. А также штрафы должны стоить 500. Организация от 300 до 500 рублей. У меня? Нет, у нас были случаи, когда в этом году у нас некоторые организации поддавали в феврале месяц отчетность. То есть они отправили ее на бухгалтерскую отчетность? Отравили по почте, да, и полученные сидят и говорят. Все, мы исполнили свою обязанность. Потом им приходит уведомление. Уведомление обратно дошло, нет, что налоговая известила, что бухгалтерская отчетность считается не сданной. А платежщик ее не получил. Через два месяца, когда им приходит административный штраф, начинаются вопросы. Почему я не знала или мне не сказали, у меня приняли, я отправил по почте. Там добросовестность полностью не обязана. Поэтому мы всех предупреждаем, что бухгалтерская отчетность у нас сейчас длится только в электронном виде. Для организации это обязанно. Для предпринимателей у нас нету, а для организации это так. Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись. Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись, канал связи, через который сдается бухгалтерская отчетность. Поэтому чуть-чуть... А позволь, что тракторик? Нет, это налоговая отчетность. Бухгалтерская налоговая отчетность. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы есть? Давайте обсуждать. А ЕЦП должна быть на организацию? ЕЦП должна быть на руководителя организации. На лицо руководителя? Конечно. Все? Нет, а если ты стоишь через электронную цифровую, то специальную организацию отдаю. Не надо. Не надо. Ну, мы оплатили, допустим, а я не знаю. Мы считать это... Да, в этом году чуть-чуть. Я на полном кустрафа говорил, я на хорошую ноте доклад закончу. Чтобы понимали, субъекты РФ, каждый субъект в стране имеет право самостоятельно рассматривать, предоставлять льготы любым гражданам, любым организациям. То есть по налоговой имущественной организации, да, в кодексе сказано, что субъект РФ имеет право рассматривать вид льгот, порядок льгот, да, и основание льгот. Поэтому, если вы к организации, да, которые не получают прибыль, да, многомиллионные, вы имеете право, как гражданин РФ выйти, да, с амциативой о том, чтобы ЗАГСом ранее рассмотрел такую возможность в последних годах и как бы суверевать ее. Пример простой. По трансмологу у нас физические лица имеют льготу, да. Кодексе тоже такого нет, но инвалидам, пенсионерам льгота такая предоставлена. Поэтому транспортный налог, налог на имущественную организацию, вы вправе обратиться, да, и если вы это все санмулируете, да, правительство Омск области, они ее рассмотрят и могут получить данные законы. Поэтому у вашей организации может быть соответствующая льгота. Также и по транспортному налогу. Такая волшебная машина, с которой нам никогда не приходилось работать. У Юлия Юрьевна слайдов нет. Представите себе. Добрый день, меня зовут Калгина Юлия Юрьевна, начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления налоговой службой по Амурской области. У меня сегодня два вопроса небольших, с одним из них, которые мы, конечно, сталкивались. Начнем с пониженных тарифов страховых взносов. Указаны пониженные тарифы, предусмотренные статьей 427 Налогового кодекса Российской Федерации и составляют они в спокупности 20% вместо общепринятых 30%. Предусмотрены они, по крайней мере, на сегодняшний момент, на налоговый период с 2017 по 2024 год. Вот те некоммерческие организации, которые вправе применять эти пониженные тарифы, к ним, естественно, применяются определенные требования. Первый – это, конечно, регистрация в установленном порядке в качестве некоммерческой организации, а также осуществление видов деятельности, которые перечислены у нас в статье 427. Это подпункты 5 и пункта 1. А сейчас я их озвучу. Это такие виды деятельности, как научное исследование и разработки, деятельность в области социального обслуживания граждан, деятельность в области образования, здравоохранения, культуры и искусства, в том числе и театры, библиотеки, музеи и архивы, а также массовый спорт за исключением профессионального спорта. Кроме того, есть еще определенные требования – это для доли доходов. То есть не менее 70% от всех полученных некоммерческой организаций доходов должны составлять в совокупности следующие виды доходов. Их три. Первое – это доходы в виде целевых поступлений на содержание некоммерческой организации и ведение ими уставной деятельности. Второе – это доходы в виде грантов, получаемые для осуществления деятельности и определяемые в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса. И третье – это непосредственно те доходы от осуществления тех видов экономической деятельности, которые являются вашим непосредственным, которые вы осуществляете. Их я озвучила в начале. – Нет, я не могу. – Нет, я не могу. – А что там? – Ну, там сильно куда-то ударилось. – Коллеги, пожалуйста, не прав. – Вот вас. – Первый долг налогом не облагается. – Что ты не поняла? – Ну, пожалуй, нет. – Ну, пожертвования, сухидии и грантов не облагаются налогов. – Они налогом не облагаются, да. Но они именно перечислены, являются теми доходами, которые правы считать некоммерческой организацией для обслуживания. – Это определение вот этой доли 70% именно от всех доходов, которые получила некоммерческая организация. Именно они должны составлять не менее 70%. Только тогда имеется право на применение пониженных порядков. В дополнение остановлюсь по религиозным организациям, так как и вопрос поступал к нам дополнительно. Так как религиозные организации, если они зарегистрированы, также установлены в порядке, как некоммерческие организации, конечно же, они также правы применять пониженные тарифы страховых взносов при определении тех же самых условий, которые я озвучила выше, как для других некоммерческих организаций. Дополнительный вопрос поступал именно по применению пониженных тарифов в религиозной организации и определению включения доходов в совокупность доходов, включаемых в 70% для определения общей суммы доходов. В соответствии с пунктом 2 статьи 251 налогового кодекса пожертвования относятся к церевым поступлениям. Конкретно они перечислены в указанной статье и, соответственно, включаются в совокупность тех доходов, которые применяются для определения 70% уровня доходов. Поэтому есть письмо Минфина России, можете записать его для ознакомления и изменения в работе. Письмо 25 июня 2021 года, свежее номер 03-15-06, дробь 50-145. В этом письме как раздаются именно разъемки. 03-15-06, дробь 50-145. Оно именно в части применения пониженных тарифов для религиозных организаций. Единственное также еще там требование, что, соответственно, те пожертвования должны соответствовать гражданскому кодексу Российской Федерации, статья 582, в которой оговорены условия именно, что те сносы относятся и являются именно пожертвования, именно физических и юридических, для осуществления именно уставной деятельности религиозной организации. Какие-то еще вопросы по пониженным тарифам? Можно, да, конечно, представить уточненные расчеты, но за 2018 год уже так и костюм, срок 3-летний срок исковой давности, конечно же, уже нельзя. Начиная с 2018 года, да, можно представить уточненные расчеты и определиться с переплатой, возникшей потом в КРСБ, либо оставить ее на будущие периоды, вернуть ее уже на усмотрение налогоплательщика. Еще вопросы будут по понижению? Второй вопрос – это субсидия, которая предусмотрена новым постановлением правительства от 7 сентября 2021 года, номер 1513. Этим постановлением утверждены правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета Российской Федерации субъекта малого и среднего предпринимательства, а также для вашей категории социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущим деятельность в муниципальных образованиях наибольшей степени пострадавших в условиях улучшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Указанная субсидия предоставляется в целях частичных компенсаций на затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников. То есть она однозначно некомпредизирована для каких целей она дается, то есть она на усмотрение хозяйствующих субъектов. Условия для получения субсидий, в том числе для некоммерческих организаций, они, в принципе, аналогичны тем субсидиям, которые предоставлялись в 2020 году по постановлению 576 и 976. То есть первое – это обязательное предоставление заявлений с хозяйствующим субъектом, налоговым органом по месту учета. Заявление может быть подано как на бумажном носителе, лично, по каналу связи, через личный кабинет. Вторым условием именно для некоммерческих организаций является включение получателей субсидий в реестр наиболее пострадавших, в реестр наиболее пострадавших, в наибольшей степени пострадавших в соответствии с постановлением 11 июня 2020 года, номер 847, и постановление 23 июня 2020 года, номер 906. Перечень таких некоммерческих организаций Министерства экономического развития предоставлены Федеральному налоговому службу, которые соответственно доведены до региона. Следующее требование – это получатель субсидий на дату направления заявления не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра генетических бензинов. Далее также аналогичное требование – это по состоянию на 1 июля отсутствует неисполненная обязанность по плате налогов на стартовый взнос, в совокупности превышающая 3000 рублей. При этом при расчете суммы недоимки используется сведение о ее погашении на дату предоставления заявления в налоговую работу. И единственное отличие – это то, что в 2020 году субсидия предоставлялась всем хозяйствующим субъектам, выполняющим условия, которые я замечала, то в 2021 году требованием для предоставления субсидий является то, что получатель субсидий, либо его обособленное подразделение, находится, то есть зарегистрировано именно на территории того муниципального образования, в отношении которого оперативным штабам по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, принято решение о введении ограничительных мер. Так как вы знаете, на сегодняшний момент на территории Мурской области такие ограничения с 1 августа в 2021 году не хватились, соответственно, на текущую дату у нас отсутствуют кандидаты, так скажем, для получения субсидий. Но при введении таких ограничительных мер, соответствующее заявление может быть подано, в течение двух месяцев налоговой области дата введения таких ограничительных мер. Последнее я расскажу. По расчету субсидий предоставляется она не более одного раза в 2021 году за каждые две недели ограничительных мер. Размер субсидий определяется, исходя из увеличения минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2021 года и количество работников в июне 2021 года определяется. В случае, если ограничения будут введены на 4 недели, субсидия будет предоставлена в полном объеме. Если ограничительные меры будут введены на 2 недели, соответственно, будет предоставлена субсидия в размере 50% под общей суммы. Количество работников определяется налоговыми органами исходя из данных расчетов по страховым взносам либо предоставления представленных расчетов по форме 6 недели. Это если об особом разделении к вам не относятся. Поэтому при введении ограничительных мер следите и предоставляйте соответствующие введения все-таки. У меня все, какие-то вопросы? Субсидия только на склассе поступает в учреждения, а учреждения заключают как вовлоку в НКО, вовлоку в мероприятиях. А у НКО это уже доход получается? Нет, речь идет здесь в этом постановлении о субсидии из федерального бюджета. Нет, это не по вовленности. А, имеется в виду доход, подлежит или не подлежит налогового ображения? Как вы сказали, организация... Орган власть заключает субсидию учреждению, а учреждение заключает договор с НКО. Субсидию уже получает какой-то другой сторонний организацион. НКО получит здесь доход именно от осуществления своей деятельности уставной. Это будет просто... Вот нужно там по программе, то есть, пройти какое-то мероприятие. И они, не сделав какую-то, не могут перечислить напрямую деньги на НКО, а перечисляют через свое подведомственное учреждение. Ну, в учреждении будет заключен какой-то договор с коммерческой организацией. Соответственно, НКО получит доход от осуществления деятельности. Это будет не субсидия. Ну, конечно же. Хотя это деньги от педы. Ну, субсидию получила, да. Не НКО получили. Конечно. Это будет уже доход именно от осуществления своих деятельностей уставной. Коллеги, кто с нами онлайн, у вас есть вопросы? Вы можете их задать в прямом эфире или в чате. Спасибо за внимание. Еще раз с презентациями. Мария Валилина Саякина, начальник Единого регистрационного центра, который работает у нас при межрайонной ФНС России, номер один, в Амурской области. Так. Это домоскличный. Вот, попали. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые участники. Кто мне, в дитя, нам с днем представить, представляться не буду, очень хотелось бы сказать, что по состоянию на 1 октября 2021 года в территории Амурской области зарегистрировано 977 некоммерческих организаций. Значит, нормативно-правовое регулирование некоммерческих организаций регулируется федеральным законом о 12 января 1996 года 7 фузы о некоммерческих организациях. Что собой представляет вообще некоммерческая организация? Это организация, не имеющая извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественной или религиозной организации объединения, общины коренных малых народных Российской Федерации, казачьего общества, некоммерческие подвески, учреждения, автономные некоммерческие организации, ассоциации, союзы и другие разные виды могут быть организацией правовой формы. Государственная регистрация некоммерческих организаций регулируется федеральным законом от 8 августа 2021 года государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Что самое интересное при создании вновь зарегистрированных организаций, согласно пункту А2 ст. 13 государственная регистрация вновь создаваемых некоммерческих организаций и обычных акционерных обществ, общец с ограниченной ответственностью, срок регистрации составляет 3 дня с момента подачи документов. То есть не 5, как было раньше, сейчас 3 дня. То есть что удобно, да, быстрее организовать свой бизнес, наладить его и пустить уже в работу. Что важно, хочу самое главное отметить, так как мы являемся единым регистрационным центром, мы осуществляем регистрационные действия по всем видам регистрации. Самое важное, решение государственной регистрации, решение об отказе в государственной регистрации некоммерческих организаций принимает Министерство юстиции. То есть не мы принимаем как регистрирующий орган, а именно если вы создаете организацию, носите какие-то изменения, ликвидируете организацию, вы должны представить документы Министерства юстиции. Да, у нас случались случаи, при рассмотрении документов на государственную регистрацию представленных, некоммерческие организации представляли их через многофункциональные центры. То есть придя в МФЦ, подав документы, да, где не требуется оплата в размере 4 тысяч за вновь регистрируемую организацию, естественно, МФЦ, может, ну, новые специалисты приходили, ну, не знаю, по какой причине принимали данный документ. Соответственно, когда рассматривали их мы, мы выносили отказ. То есть, получается, организация потратила свое время, была в надежде на то, что ее зарегистрировали, на самом деле регистрационные действия не прошли. Вот. Поэтому, как бы, обращаю на вас, ваше внимание, особенно на это. СМБД можно и не нужно пройти? Нет, нет. Сведения, которые, то есть вы приносите заявление, да, вы являетесь заявителем. Значит, вы непосредственно в свой орган, который принимают. Ниоткуда они переправлены быть не могут. Значит, у нас откуда мы снова? Хотелось также очень сильно отметить такую, как бы, ну, больная, будем говорить, на сегодняшний день тема. Организация принимает решение о ликвидации. Достаточно ранее было публикации только в суднале и виск государственной регистрации. На сегодняшний день обязательно сведения о начале ликвидации, начале реорганизации и иных других каких-то действий должны быть опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. То есть это еще один реестр, в котором публикуются сведения. Он является федеральным информационным ресурсом, в котором содержатся юридически значимые сведения о фактах всех деятельностей, всей организации, всех индивидуальных предпринимательных иных субъектов. То есть данные сведения размещены на сайте Интернет по адресу какого-то передового федересурса. То есть вы, приняв решение, подав документы в юстицию, вам вынесли решение, мы внесли ваши сведения в Единый государственный реестр, вам необходимо пройти публикацию в Вестнике и на федеральном ресурсе. Обязательно. В случае, если данные сведения не будут опубликованы, будет принято решение при рассмотрении документов об отказе в государственной регистрации. Так, обязательно мы внесли в Единый федеральный министр сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежат следующим сведениям. То есть это сведения о создании юридца, о видах экономической деятельности, о том, что находится организация в процессе реорганизации, в стадии ликвидации, решение принято о предстоящем изменении сведения руководителей, решение в запись о том, что налоговым органам принято решение о предстоящем исключении организации из Единого государственного реестра в соответствии со статьей 21.1.129 федерального закона. Вот, в принципе, основные моменты, которые мне хотелось бы озвучить, именно как регистрирующим органам, которые осуществляют регистрационные действия и вносят сведения в регионы государственного реестра. Вопросов ранее, в среднем, в регистрации не указаны все ученики. Сейчас, и на раз, в регистрации документов только один из них будет происходить. Вы имеете в виду присоздание? Присоздание, да. Некоммерческой организации? Насколько я знаю, да, Ирина Николаевна, там не менее трех. Нет, допустим, в Некоммерческой организации вставки, в документе от налоговой, да, для регистрации, подписан они в Нижний Питер. Такое возможно? Нет. Заявление, то есть, если у Некоммерческой организации вообще заявление, да, предоставляемое на государственную регистрацию, оно подразумевает под собой сведения обо всех заявителях, то есть, об всех участниках. То есть, соответственно, вы, когда подаваете документы, каждого участника вы указываете, все сведения о нем должны быть внесены. То есть, здесь надо смотреть именно, как были поданы. Если были поданы сведения об одном только участнике, не мы принимаем решение о госрегистрации, поэтому мы их и не рассматриваем настолько, насколько их рассматривает Министерство юстиции. Ну, к сожалению, здесь я не могу просто, да, сказать. Нет, вообще нет. Вообще, все, что подано в заявлении, да, мы сведения в единого государственного реестра мы вносим только на основании поданного заявления. Если там были все сведения, значит, они были должны быть внесены. То есть, здесь как бы определенная такая ситуация, в которую надо, если так интересует, надо разобраться, просто посмотреть, что было действительно подано. Да. Спасибо. 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 Я вам оставлю свой телефон, мне перезвоните, мы конкретно посмотрим на данную ситуацию. Все, мы разберемся. Мария Валерьевна, обвините, пожалуйста, на этот слайд, наверное, надо. Потому что, да, вот здесь не совсем до конца может быть понятен вопрос. Если речь идет о министерстве, то есть, ну, понятно, что этот реестр, то есть, то есть, то есть, а вот в этот реестр, кто и как размещает информацию? Вы имеете в виду именно при ликвидации? Нет, вот о ликвидации сказали, да, да, что мы называем еще дополнительную информацию, как она туда попадает? В федеральном ресурсе сведения попадают, то есть, после осуществления регистрационных действий. Так как у нас единые сведения, они сами автоматически загружаются, да, то есть, вы, когда подали документы по ликвидации организации, они, мы внесли сведения, они загрузились на этот сайт, но есть обязанность у самой организации. Еще добавок, опубликоваться. Это интересно, да. Это единственная часть, да, да, да. То есть, дополнительно, это было в лесе, да, да. Да, сейчас еще дополнительно. Много сведений, и не совсем до конца было понятно, что и как. А так все, да, сведения заходят в автоматическом режиме, формируются там, после внесения всех сведений в единого государственного рейса. Но описание, что не происходит. Могу сказать, что мы проводим мероприятия, налоговым органом проводят мероприятия по проверке достоверности сведений об адресе, содержащийся в едином государственном реестре. Конечно, это большая работа связана с коммерческими организациями, да. Вроде бы, как мы привыкли, что у нас некоммерческие организации, всякие ассоциации, они у нас такие, ну, добросовестные, я не могу говорить. Вот. Мы, естественно, проводя свои мероприятия, да, то есть, большую работу проводим в соответствии с 72-м приказом, то есть, мы выходим на осмотр, направляем уведомления, вносим запись сведений о недостоверности в едином государственном реестре, да. По стечению шести месяцев, согласно нашему 129-м федерального закона, у нас принимается решение о предстоящем исключении, да, что не очень есть хорошо для дальнейших действий организации и для самих руководителей, учредителей. Так как сейчас все сведения о своей организации общедоступны, на всех сайтах можно найти, посмотреть, да, и своей организации, как бы, надо интересоваться. Соответственно, мы, после проведения глобальную работу, не получив никакого пояснения от владельщика, ничего, мы приняли решение и через 4 месяца его исключили. И начинается потом, естественно, неприятная ситуация, потому что организация сидела-сидела, все, пандемия, да, понятно, мы все были закрыты, не работали, но вот это, тем не менее, никого не освобождало ни от стачи отчетности, ни от уплаты налогов, ничего, ни предоставления, сейчас есть все возможные возможности направить информацию пояснению и по электронному, и боксы работали во время закрытия налоговых органов, то есть кто хотел, кто интересовался, естественно, он как бы реагирует, ну, а кто не хотел, тот не хотел. Естественно, мы исключили организации, очень довольно-таки большое количество за 10 месяцев, 21 года, вот, и очень нехорошие последствия, то есть руководитель, учредитель организации, которая была исключена из единого государственного реестра записи недостоверности, впоследствии, в течение трех лет не имеет права быть руководящим, занимать должность с руководителем, учредителем. Вот. То есть... Общество закрывается окончательно. Общество закрывается окончательно, да, то есть после того, как мы принимаем решение, мы публикуем так же вестники. Три месяца мы ждем заявления кредитора, пожалуйста, да, реагируйте, обращайтесь. Вот. Естественно, проходит три месяца, никакого обращения, пояснения нет, соответственно, принимается решение. А можно, я не знаю, может, это не вопрос, нескорресный, по поводу учредителей. Меня все время это мучает, потому что у меня уже 6 или 8 судов, я не могу доказать, что учредители общественной организации, общественной организации прекращают свое действие после того, как они, ну, как учредители, прекращают после того, как зарегистрировались. Потом уже идет там собрание и перевыборы, и выборы. Я в суде не могу доказать, у нас суд не принимает это. Вы не выстечетесь, не выстечетесь? Я думала, что на этот вопрос, так, решение государственной регистрации принимается в Министерство истекции, вам лучше ответить. Министерство истекции отвечает, они не понимают, что в Министерстве ответить на это. Мы не понимаем. Это комплексная ситуация, если у нас, что это происходит, если у нас, нет, это просто спасибо и все. Можно, что я отвечаю, все понятно. Я просто, к сожалению, вам не подскажу, насколько оно действительно должно быть и как. То есть, если по организациям, я вам могу сказать, по коммерческим организациям, да, то не коммерческие организации... вот такое же хитияю говорят, по коммерческим знают, по коммерческим никто не знает. Игина Судин. не отвечает. не отвечает, не отвечает, не отвечает, не перед учредителями, не учредителем перед организацией. Ну вот еще хотелось бы добавить, естественно, что все сведения, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, должны быть достоверны. То есть у вас есть, будем так говорить, контрагенты, с которыми вы работаете, у вас есть организации, с которыми вы непосредственно работаете. Вот поэтому в случае, если вы вносите какие-то изменения, переехали из кабинета в кабинет, будьте, пожалуйста, добры внести изменения, чтобы не получались в таких некрасивых ситуациях, чтобы в дальнейшем не могут не найти. А руководители уже давным-давно там не работают. То есть изменили сведения? Несите. Вам хорошо, и мы знаем, кого обращаться, куда направлять письма. Вопросы есть? А план по проверке этих организаций у вас как это сформируется? Мы не проверяем, у нас нету плана. У нас нету. За 10 месяцев мы проверили кучу некоммерческих организаций, а определенных. В основном есть критерии определенные, да? Планы по проверке нет. На самом деле очень много поступает обращение от самих платежников, потому что они когда пытаются работать, это выясняют в отношении организаций, они пишут, что такое-то организация, по такому-то нету. В основании этих обращений отдел реагирует, выезжает и смотрит, насколько это правда. Потом проводят мероприятия. А вот так, что, допустим, сказать, что сегодня в январе я буду на А, тему проверять, да? Какие-то котельные какие-то, да? Такого, конечно, нету. Соответственно, я отцу по обращению. Если я сюда помню, это, но жаль. Ну, допустим, проверялся. Есть, наверное, вот такая вот. Вот это что-то очень. Номер 7 ФЗ некоммерческих организаций, федеральных законов 82 ФЗ в общественных объединениях, 125 ФЗ о свободе совести религозных объединениях и иными специальными законами в соответствии с административным регламентом Министерства юстиции Российской Федерации по государственной регистрации некоммерческих организаций номер 455 от 30 декабря 2011 года. Все документы, поступающие в управление Министерства юстиции для государственной регистрации, представляются в двух экземплярах, кроме устава. Я сейчас все объясню. То есть для регистрации некоммерческой организации непосредственно в управлении Министерства юстиции Российской Федерации направляются. Заявление, утвержденное приказом Федеральной налоговой службы, новый приказ вышел в том году, да, по-моему, в виде номера? Да, 25 ноября 2022 года. Да, 20 ноября. То есть заявление представляется в новых формах, в двух экземплярах, одно из которых нотариально заверенное. Пожалуйста, не тратить денежки, не заверяйте две нотариально заверенные формы, как часто очень бывает. Также предоставляется устав некоммерческой организации в трех экземплярах. Объясняю, почему в трех. Один экземпляр находится в управлении Министерства юстиции. Второй экземпляр направляется в дело, которое находится в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. И третий экземпляр с отметками регистрирующих органов возвращается обратно заявителю. Также для государственной регистрации предоставляется протокол либо решение о создании некоммерческой организации в двух экземплярах. Также объяснила, почему для двух регистрирующих органов. Здесь важно отметить, что в случае создания некоммерческой организации документы предоставляются не позднее трех месяцев со дня проведения собрания. То есть это уже будет позже, если представить, это уже будет нарушение федерального закона. Также обязательно предоставляется госпошлина, реквизиты, которые размещены на сайте Управления Министерства России по Амурской области. Зачастую бывает, что реквизиты оплачивают и указываются заявителям Федеральной налоговой службы. В данном случае они недействительны. Ну и, пожалуй, все. Данный перечень установлен федеральным законом 7 ФЗ и федеральным законом 82 ФЗ общественных объединений. Документы представляются непосредственно в Управлении Министерства юстиции. В настоящее время, ввиду пандемии, прием у нас временно ограничен, но в предварительной записи все-таки можно встретиться и документы представить. Также документы можно направить в почтовый ящик, который находится в Управлении Минюста по Амурской области, на улице Калинина, 126, на первом этаже. На переулке пограничном прием не ведется, почтовый ящик там не расположен. Также документы можно направить заказным письмом к улице Калинина, 126, 7 этаж. На переулке пограничном 10 почтового адреса нет. Ваши письма просто не дойдут. И также документы еще можно представить через портал госуслуг. В данном случае некоммерческая организация освобождается от уплаты госпошлины и от уплаты нотариально заверения документов. Каждый документ, который содержит в себе более одного листа, предоставляется в прошитом пронумерованном виде. Для наименования некоммерческой организации есть одна особенность, согласно которой наименование должно отражать характер ее деятельности. И для общественного объединения также указать на сферу деятельности. Данные эти у нас отражены в федеральном законе 82 ФСН. Также хочу обратить внимание некоммерческих организаций на сроки. Тоже очень часто спрашивают на сроки рассмотрения документов, которые находятся в управлении. Для общественных объединений общий срок это 33 дня, для религиозных объединений 1 месяц 3 дня, для региональных отделений политических партий 30 дней и иных некоммерческих организаций различных организационных правовых форм от 17 рабочей ИИ. Решение выносится в управление Министерства по Амурской области. В последующем документы направляются на межу. Некоммерческая организация документа сама налоговая органина не направляет. Решение принято. Документы направлены в Межрайонную инспекцию номер 1 по Амурской области для принятия решения о внесении в единый госреестр. Далее документы после внесения в госреестр представляются в управление, после чего уже выдаются заявлением. Как правило, сотрудники управления обзванивают все организации для выдачи документов. Так, и хочу еще обратить внимание некоммерческих организаций на наш сайт управления Министерства по Амурской области. В разделе госрегистрация находятся все необходимые ваши сведения. Я сейчас сказала все это в общем вкратце. Но там расположены и памятки, в том числе и памятки налоговой инспекции, о которой говорила Мария Валерьевна, для ликвидации некоммерческих организаций. Полностью нормативно-правовые акты, которые необходимы для создания, для внесения изменений, ликвидации, реорганизации и так далее. Некоммерческая организация. Все это вы можете на нашем сайте найти. И запишите, пожалуйста, номер телефона. Вдруг появятся какие вопросы. Это номер 52-49-50. 52-49-50. И в случае, если не отвечает, то сотовый номер управления. 8-914-538-60-08. В случае возникновения каких-то вопросов, которые вот сейчас прозвучали под членом общественной организации, предлагаю данные вопросы решать все-таки в узком порядке, чтобы разобраться конкретно. Все, спасибо. Вопросы какие-то. Как через сайт услуги? Это будет руководительность? Это через... Вы имеете в виду подачу документов в электронном виде? Да, на регистрацию. Еще же организация не создана. Нет, но протокол же у вас нет. Как раз таки от физического лица с электронной цифровой подписи. Как раз таки на сайте есть у нас подробная памятка, как и что все это делается. Через ЭЦБ. Конечно, это экономит денежные средства в любом случае. Как это не экономит? Экономит. Конечно, экономит. Очень, да. Очень, да, на вопросе помогает, конечно, ресурсный центр НКО при общественной палате. Вы меня извините, что я к вам направляю, но действительно, да, очень много организаций приходит, которые говорят, что помогли ресурсный центр при регистрации устава, при направлении документов в электронный обвес. Так что, пожалуйста, обращайтесь. К сожалению, заказанным письмом с дописью вложения, улица Калинина, 126. С уведомлением о вручении, конечно, можно отследить, как письмо приехало, кто его вручил и так далее. Ну, либо сбросить в почтовый ящик. Да, да, да. Коллеги электронно, у онлайн у нас на флюзе, есть какие-то вопросы у вас? Могу. Так, хорошо. Спасибо. У нас остался один вопрос. Ой, куда-то у меня все презентации отсюда делись. Нет, моя листья замечательная. Все-все-все, уже все. Меня зовут Татьяна Владимировна Приезжих, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области. У меня к вам вот такая небольшая ремарка к тому, что говорили. Есть четыре момента, на мой взгляд, которые требуют особого внимания. И дополнительно, если будут какие-то вопросы, я готова на них ответить. Сейчас мы сталкиваемся с проблемой, когда наши налогоплательщики не проявляют должной осмотрительности заблаговременно, вот Мария Валерьевна здесь уже говорила, для того, чтобы не получить неприятный сюрприз в плане того, что были какие-то моменты негативные, связанные со сведениями в едином государственном реестре юридических. У нас момент здесь более такой серьезный. Я буду говорить о справке об исполнении обязанностей по уплате налогов. Если налогоплательщики не интересуются систематически своими состояниями расчетов с бюджетом, есть вероятность, что в будущем они будут не получать субсидию, они не смогут рассчитывать на гранты, они не смогут еще... Сейчас у нас решаются моменты, связанные с рвчей лицензией и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы не рисковать и не окладывать на последний день, мы рекомендуем все-таки периодически интересоваться состоянием расчета с бюджетом. На сегодняшний момент Министерство экономического развития Амурской области, администрация города Баловещенска, основополагающим документом по поводу подтверждения отсутствия должности у налогоплательщиков, принимают именно справку об исполнении обязанности по уплате налогов. Это такая вот, на первый взгляд, справочка, очень такая незрачная, которая содержит два особых слова, три точнее, имеет неисполненную обязанность. Соответственно, вот эта запись не дает право в дальнейшем рассчитывать на субсидии, гранты и так далее. Что, собственно говоря, из себя представляет эта справка? Порядок выдачи справки у нас определен административным регламентом. Для того, чтобы эту справку получить для налогоплательщика, можно обратиться в налоговую инспекцию лично на бумаге, либо можно направить запрос в электронном виде из личного кабинета или через сайт федеральной налоговой службы. Не нужно запоминать налог.гав.ру, просто федеральная налоговая служба. Есть сервис обратиться в ФНС, можно всегда запросить справку, можно это делать периодически, для того, чтобы вы были уверены, что у вас все в порядке с расчетами с бюджетом. С чем мы сейчас столкнулись? Буквально вчера администрация города Благовещенска обращается к нам с таким вопросом. Вообще, в принципе, согласно 210-му федеральному закону, все органы власти, которые принимают решения о предоставлении каких-либо денег, скажем так, да, я вот объединю в денежной форме какой-то поддержки, они могут в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия самостоятельно запросить информацию в налоговой службе. Что, собственно говоря, некоторые министерства наши и делают. Но вот администрация города Благовещенска сейчас только ведет работу в этом направлении. Они просто пишут письмо в налоговую инспекцию, в частности, города Благовещенска, межрайонный ФНС номер один по Амурской области, и задают вопрос, есть ли о наличии задолженности, допустим, ООО «Ромашка». Налоговая инспекция открывает информационные ресурсы и видим, что ООО «Ромашка» есть переплаты, допустим, по страховым взносам, по основной сумме, но есть у них задолженность по пене, пусть там даже одна копейка. И, соответственно, их как спросили в налоговой инспекции, нас спросили, да, есть ли задолженность, пишем, есть задолженность, но при этом налогоплательщик отправляет, приносит этот документ в администрацию, нет, администрация запросила, в администрацию сведения ушли. А налогоплательщик одновременно приносит справку об исполнении обязанностей, а в справке написано, что такой задолженности у налогоплательщика нет. Почему так получилось? Потому что у нас сейчас есть право самостоятельно проводить зачет. При наличии переплаты по одному налогу, даже в рамках разных налогов, и наличии задолженности по другому налогу, если переплаты закрывают задолженность, то справка у нас формируется как «не имеет неисполненные обязанности по уплате налога». И буквально вчера совершенно случайно случилось так, что обратившиеся в администрацию смогли все-таки регулировать этот вопрос. Поэтому у нас к вам такая большая просьба. Сверки нужно проводить периодически, даже если это не связано с какими-то большими суммами. Справки запрашивать периодически, сложности здесь никакой нет. Но зато в дальнейшем вы сможете себя обезопасить тем, что нужная информация пойдет в нужное место. Справка предоставляется в течение 10 рабочих дней. Но в принципе в налоговых инспекциях у нас есть негласная такая оговоренность, что по факту готовности справки справка направляется налогоплательщику, обычно телефоны оставляют. То есть это все происходит недолго. Да, то есть более короткие сроки. Поэтому если чувствуете, что куда-то должны обращаться и подтверждения субсидии, вот о чем говорила Юлия Юрьевна, как раз в прошлом году мы столкнулись с проблемой, что наши налогоплательщики... Дело в том, что справка формируется. Вот если переплаты нет, да, мы вот такую ситуацию берем, есть просто задолженность, а переплаты где больше нет. То есть справочка, ничего там перехлестнуться не может. И справка, даже если одна копейка, мы очень часто сталкивались с проблемами, но это не к вам с маркировкой, да. Даже одна копейка задолженности, она предупреждает справку уже, что имеет неисполненную обязанность по уплате налогов. И люди были вынуждены тогда быстро до обращения в налоговую инспекцию с заявлением на субсидию быстренько вопросы все урегулировать с налоговой инспекцией. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте... Да, они берут за основу справку, поэтому справка все-таки... Главное, чтобы это больше прикрыло то, что вдруг образовалось в качестве задолженности, иначе смысла не будет ничего бросать. Вот смотрите, Ирина Николаевна только обстоятельно вам рассказала, какие ресурсы есть у Минюста, у нас есть замечательный сайт Федеральной налоговой службы. Для того, чтобы на нем не потеряться, бесконечное множество информации. Я вам покажу вот из сотового телефона, ну чисто так, чтобы вы имели представление. Федеральная налоговая служба. И вот здесь для всех категорий налогоплательщиков есть отдельные вот такие подсказки. Мама с девочкой – это физические лица. Мы с вами все физические лица, плательщики налогов. Индивидуальные предприниматели – юридические лица. Информация вся собрана таким образом, чтобы в зависимости от той жизненной ситуации, которая у вас сложилась, вы могли получить необходимую вам информацию. Меня интересует. Проваливаетесь на следующий уровень и дальше там уже выбираете. Либо организации платят налоги, либо отраслевые особенности. Посмотрите, вот я прямо вам настоятельно рекомендую. Очень удобная сейчас есть информация такая. Вот к вопросу у нас все перекликается друг с другом. Мы с вами начали говорить об электронном представлении отчетности налоговой инспекции. Никто не отменял институт уполномоченных представителей. То есть мы говорим о том, что можно обратиться, если у вас нет возможности, некоммерческие организации, возможно, нет возможности самим приобрести электронную цифровую подпись и самим оплачивать услуги, так оно и есть, операторов электронного документа оборота, без которых сегодня работать с налоговой инспекцией фактически невозможно. Вот в вопросах именно представления налоговой отчетности, реализации момента связанных с налогами. Поэтому можно всегда обратиться в специализированную организацию, а можно, если уж есть такая возможность, самостоятельно приобрести электронную подпись, я о ней скажу чуть позже. Вот я вам показала сайт Федеральной налоговой службы. Личный кабинет налогоплательщика юридического лица. Очень удобный ресурс. У нас есть версии, которые установлены на наших рабочих местах для того, чтобы мы понимали, что видит налогоплательщик, заходя на наш сайт. Я вот прям рекомендую вам. Посмотрите, вот в тот блок, где этот серьезный мужчина у нас на сайте представлен. Есть демо-версия личного кабинета налогоплательщика юридического лица. Вы посмотрите, насколько это удобно. Но нюанс такой. В кабинет юридического лица можно попасть только при наличии электронной цифровой подписи. Других вариантов нет. Потому что собранная информация, которая стала известна нам в ходе деятельности, в ходе нашей деятельности, то есть является налоговой тайной. Поэтому она может быть доступна только тому, кому эта информация конкретно относится. Поэтому данный кабинет я вам настоятельно рекомендую. Пожалуйста, посмотрите. Есть моменты, которые связаны, допустим, с требованием к аппаратным средствам. Сложного ничего нет. Практически вся техника, которая сейчас используется, всем требованиям, которые есть и указаны на сайте, она как раз подходит. И вот такой интересный момент для вас, чтобы это не было новостью. Если у вас все-таки есть сейчас электронная подпись, или вы думаете о том, что ее все-таки нужно приобрести, мы рекомендуем обращаться на сегодняшний день в налоговую инспекцию. Почему? Причем неважно, в какую налоговую инспекцию действует принцип экстерриториальности. Можно обратиться, если вы зарегистрированы, допустим, в Бурейском районе, можно прийти в город Благовещенство. Здесь проблем никаких нет. Для получения электронной подписи. Можно зайти, проконсультироваться. Вся подробная информация, опять же, есть на сайте. Так вот, эта вот электронная подпись, она живет 15 месяцев и может использоваться для взаимодействия со всеми контролирующими органами. Ну, к вам, наверное, не имеет отношения, те, кто работает с егористом, реализует алкоголь и так далее, и так далее, то есть продукция, которая связана с маркетингом. То есть, мало вероятно. Поэтому на сегодняшний день Федеральная налоговая служба у нас уже приступила к право отводного проекта к выдаче электронных подписей. С первого, поскольку она является удостоверяющим центром, и такое право предоставлено на сегодняшний день у нас еще и двум организациям, аналитическому центру и Сбербанку, в дальнейшем мы все-таки думаем, что те привычные для нас операторы электронного документа оборота, которые работают у нас в области, они наверняка должны тоже пройти процедуру аккредитации. Тогда, возможно, сейчас просто многие организации приходят налоговую инспекцию, получают электронную подпись, она выдается бесплатно. Но для того, чтобы эту электронную подпись получить, нужен определенного вида носитель электронный. Этот электронный носитель можно приобрести в организации, в перечне у нас налоговую инспекцию размещены, без них никак. То есть магнитный носитель мы вам продать не можем. Поэтому, а дальше, чтобы работать, дальше эту электронную подпись использовать, вы должны обратиться, вот сейчас так является обязательное промежуточное звено, это оператор электронного документа оборота, именно его программные средства позволяют направлять отчетность налоговую инспекцию. Но сделать это можно также через сайт Федеральной налоговой службы. В принципе, здесь вот такой вот есть возможность альтернативы. Чтобы мне сейчас, вам вот не создать некую такую кашу в глазами, если есть какие-то вопросы по этому поводу, у нас есть и работает телефон единого контакта Центра Федеральной налоговой службы. 8-800 и 7-2 вас переключат на эксперта, который по вашей конкретной ситуации вас проконсультирует. Если есть необходимость, я никогда не скрываю свой номер телефона 390-512, потому что в сферу деятельности моего отдела управления как раз входит работа всех операционных залов и налоговой инспекции Тамарской области. 390-512, пожалуйста, если возникают вопросы по сдаче отчетности, по получению электронных подписей, в принципе, по уплате налогов, пожалуйста, звоните. Мы всегда стараемся отвечать. Если сразу не готовы ответить, то запишем всю информацию и перезвоним обязательно с пояснением. Так, что я еще хотела сказать. Вот в части работы именно как некоммерческих организаций, то, что имеет непосредственное отношение, у меня все. Если у вас есть вопросы какие-то, я могу дополнительно добавить, потому что мне очень важно вам еще одну информацию донести. По сдаче отчетности, по уплате налогов, либо еще какие-то моменты. Есть вопросы? Там подпись в работе. Если вы когда-то рекомендует налог, я создаю лицикл, написал лицикл, все, я дорегистрирую его. А потом мы квалифицировали прямо в год, и чтобы сдавать последующие годы отчет из налогов. Не надо вторую лицикл? Нет, вам не надо вторую электронную. А почему вы так говорите? Вы сталкивались с ажистрами? Нет, я не знаю. Вы доверили лицикл 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 лицикл. Получается, подписываясь, там могут именно физическое лицо в должности руководителя, а это приобретается для должности работе на этой же насилии. А гена при открытии, она может быть именно в лицах. Да, именно на физическом лицах. В любом случае, в сертификате электронной подписи будет прописана должность лица, которая обращается в налоговую инспекцию для сдачи отчетностей. Получается, что я вам сейчас 100% не готова ответить, насколько в финансовом вопросе будет как-то варьироваться, но учитывая, что мы сейчас электронные подписи выдаем совершенно бесплатно при наличии магнитного носителя, то, пожалуйста, тогда можно в налоговую инспекцию обращаться. И подписью физического лица вы не сможете подписать налоговую инспекцию. Это уже для того, кто зарегистрировался в качестве юридического лица. А если будет одно и то же лицо, то учредителям не имеет значения, потому что должен быть в этом. Нет, флешка вы должны наносить. А, на ней можно при подписи написать. Но, во-первых, не то, что она будет. Спасибо, Александр Сергеевич. А для открытия, например, для сфинного руководителя должен цепление иметь или любой другой лица? Для открытия, Мария Валерина, когда какие документы электронных приходят? Учредитель может попадать в какие документы? Учредитель, у нас поступает в учредители организации, потому что лицо, убегающиеся в водителе, будет включаемо и... Учредитель получается, да. У нас просто долго шли вопросы и дебаты по поводу использования электронных носителей. И на сегодняшний день тот и токен, на который наносится сертификат, включая электронные подписи, он не позволяет никуда... Станислав Сергеевич, вопрос давайте вот это все-таки оставим открытым, по той причине, что это одно и то же лицо. Если это одно и то же физическое лицо, вот можно ли размещать на одном электронном носителе? Мы этот вопрос ставим, как говорим. Ну, не допустим, то есть есть вопрос. Я не допустим, что у вас правдивы, компания, которая занимается непосредственно выдачей регистрации в электронном комплексе и непосредственно нам дали полную консультацию по этому вопросу. Можно приобрести один идиный ключ, на него и это делается. ЭЦБ юридического лица, и далее, после того, как проходит регистрация, уже непосредственно юридического лица, на него можно также отнести ЭЦБ уже непосредственно в доступе РОМАНИКИ. Ясно, вопрос интересный, на самом деле, да, но в этом году, конечно, мы видим контакт с тех регистрацией, которые на ЭЦБ и на skype, они, да, вы получили, оно есть еще, но мы сейчас, Татьяна Анатольевна говорила про ЭЦБ, что мы решили этот вопрос, по другому, и цель, и цель, соответственно, бывает, мы находимся в рамках нового полигомета. Сам сказано в этом регламенте о том, что на одном носителе или носителе может быть 20, 20, 20, 1, 30. Вот, соответственно, есть организация, а мы не сказали, у нас есть две организации с документами, где ПНС России, как можно сказать? То есть по факту эти две организации, эти доверенные милиции на федеральном области. Да, то есть, в Органсе много сейчас, кто доверится, но одаренные милиции, есть только две организации на территории области. Да. Да, но вопрос интересный, да, потому что мы не можем их организации, но вопрос мы подготруем. Да, мы посмотрим. Потому что если речь идет об электронных подписях разных людей, то 100% на один носитель нанести нельзя. А если это одно и то же лицо, мы, чтобы вас не ввести в заблуждение, рассылку сделаем, адреса же вам написали, мы тогда постараемся в понедельник всю эту информацию разослать. Потому что, ну, действительно, когда разные люди, это понятно. Когда одно и то же лицо, почему бы на один носитель и не нанести? Все, этот момент мы уточним тогда. Еще что-то есть какие-то? Да, это вот как раз к тому, к чему мы сейчас с вами перейдем. Понятно. Все мы с вами являемся физическими лицами. Многие присутствующие здесь наверняка имеют в собственности объекта имущества движимого и недвижимого. И мы хотели бы вам напомнить, что 1 декабря наступит шок уплаты имущественных налогов с физических лиц. И вот сразу же сюда немарку. Если вдруг вы не получили налоговое уведомление, сейчас началась активная рассылка документов по почте, либо пользователям личных кабинетов информация уже выгружена в личный кабинет. Если вдруг здесь присутствующих кому-либо нужно получить доступ к личному кабинету, когда мы проводим подобные встречи, мы всегда в порядке исключения идем на встречу, мы можем отработать с вами моменты идти индивидуально. То есть и по доступу к личному кабинету, и по получению сводных налоговых уведомлений. Если такая необходимость есть, подойдите ко мне, потом мы проговорим с вами, как этот вопрос решить. Как можно заплатить налоги уже по документам, которые есть? Платить можно либо через мобильное приложение налоги фейл. Это очень удобная штука, я вам говорю, как обычный пользователь. Скачивается программа налоги фейл на телефон. Это программа, которая позволяет иметь доступ к личному кабинету налогоплательщика физического лица. Как туда можно попасть? Реквизиты можно получить либо в налоговой инспекции, либо их можно получить на электронную почту, обратившись в МФЦ, сейчас такая услуга тоже оказывается. Кстати, налоговое уведомление можно получить и через МФЦ, не обязательно в налоговую инспекцию идти. У нас заключено соглашение, по которому МФЦ тоже оказывает такие услуги. Меня спросили по поводу вот этого QR-кода, который есть, да? Вот смотрите, QR-код можно, вот когда вы пользуетесь мобильным приложением налоги фейл, вам этот QR-код не нужен, потому что туда, в мобильное приложение, у вас уже прогрузится вся информация об исчисленных суммах налогов. QR-код удобно использовать, когда вы пользуетесь, допустим, просто обычной программой для распознавания кодов и по ссылке уже в дальнейшем через кредитное учреждение можно, пожалуйста, платить налоги. Либо зайдя, допустим, в любой, у нас вот из крупных банков, назову ВТБ, Сбербанк, это все банки-партнеры Федеральной налоговой службы. То есть заходя в их приложение мобильное, можно оттуда просто по QR-коду, у вас сразу обозначается сумма, которую вы должны заплатить, срок, в который вы должны это сделать. Причем у нас буквально с прошлого года появилась возможность родителям платить за детей, детям платить за родителей. То есть на сегодняшний день есть возможность платить за третьих листов. То есть бывают разные ситуации, когда есть такая необходимость. Сводные налоговые уведомления в кабинетах уже прогружены. Есть еще возможность платить через сервис уплата налогов у пошли. Вот там нужно будет внести все реквизиты. Это вот уже в крайнем случае, когда человек понимает, что налоговый не может обратиться, недоступа к личному кабинету у него нет. Кстати, в кабинет, вот в это мобильное приложение, можно попасть не только по реквизитам, которые вам выдадут налоговые инспекции или МПЦ, но и с подтвержденной учетной записью с портала госуслуг. То есть когда вы заходите в мобильное приложение, есть возможность зайти с ЭЦП, с электронной подписью, о которой мы с вами говорили, с реквизитами портала госуслуг, либо с ИНН и ПРОЛИ. То есть здесь, пожалуйста, предоставлены возможности выбирать. Что говорите? СМИЛС. А СМИЛС это как раз, когда вы заходите по реквизитам портала госуслуг. То есть вы нажимаете на кнопку, и у вас вы попадаете в интерфейс как раз портала госуслуг. Что бы я хотела сказать еще? Мы сегодня проводим день открытых дверей. Налоговые инспекции работают до 20 часов. И также мы работаем по вторникам и четвергам. В следующую пятницу мы тоже работаем до 20 часов. Но потом, учитывая сложившуюся ситуацию, с 1 по 3 ноября налоговые инспекции будут закрыты для личного приема налогоплательщиков. У нас будут установлены боксы. Федеральная налоговая служба сегодня нам доведена письмо. У нас было принято решение приостановить личный прием налогоплательщиков. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к налоговой инспекции, у вас есть следующая неделя полностью, пожалуйста, нужно обратиться и вопросы все урегулировать. Мы планируем, что дальше мы откроемся в обычном режиме, но на сегодняшний день это вот пока приблизительно. на сегодняшний день. Да, то есть это не наша собственная как бы вот прерогатива налогового службы в данном случае, то есть не собственное принято решение, а именно там руководство с постановлением правительства Российской Федерации. Все, что я хотела вам рассказать, я рассказала, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Я отчетно издавал через Сбербанк Видник Онлайн, куда там АЦП. Сейчас вот это не проедет, да? Почему? Можете сдавать. Можете сдавать. А они у вас как... Здесь вы рассматриваете Сбербанк как оператора электронного документа оборота, вы и электронную подпись у них получали? Да. Да, пожалуйста. Вот мы как раз когда перечисляли, вот все организации они сейчас под вопросом. У нас на сегодняшний день там компания «Тензо», «Онтур», то есть они проводят работу и, вероятнее всего, они к 1 января точно так же смогут войти в число доверенных лиц Федеральной налоговой службы. А на сегодняшний день Сбербанк как раз он входит в число доверенных лиц, электронная подпись, все нормально, она действует и живет срок службы 15 месяцев с момента его выдачи. И в дальнейшем, учитывая, что они доверенные лица, если подпись ваша закончится, они вам ее просто перевыпустят. Кстати говоря, можно вот через кабинет налогоплательщика юридического лица попробовать, у вас подпись есть, то есть вы ничего не теряете, дополнительно никаких расходов не несете. Или они у вас дают вашу отчетность как уполномоченное лицо, то есть вы им доверяете по доверенности. Сбербанк. Мне дали ТП, чтобы я работал с Сбербанком, с Сбербанком. 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 Ее можно использовать так же. Не очень удобно, кстати. Не очень удобно? Да. Не удобно. А может быть не совсем удобна программа, с которой он работает? А не сама электронная. А вот как раз в кабинет юридического лица зайдите, там все абсолютно видно. То есть там видно все ваши обращения, причину, почему вам отказали, либо наоборот подтвердили то, что вы представили. Попробуйте. Очень удобно. Еще вопросы есть? Все. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что в дальнейшем мы продолжим практику. Может быть вот сейчас, учитывая ситуацию и в дистанционном формате, но в любом случае нам было очень приятно пообщаться. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, кто у нас подключился. Если есть какие-то вопросы, в течение двух минут можете их указать в чате. Если нет, спасибо за участие. Вы также можете направлять вопросы к нам на почту. Мы будем контактировать с нашими спикерами. condensed питание с нашим спикером со всеми well justement. Божественное призывание есть ли рассмотрит вопрос? Где мы с realization вид Продолжение следует...